пожалуй самый необычный плагин для photoshop который умеет повышать резкость создавать из ваших фотографий дружеские шаржи карандашные картинки арт изображения hdr этот плагин называется redfield fractalus стоит он 39 долларов 90 центов но не спешите его покупать пока не посмотрите этот обзор ты можешь заглянуть мой телеграм-канал там тебя будет ждать приятный сюрприз а сейчас буквально парочку слов для тех кто только к нам присоединился если ты еще не подписался на мой канал то сейчас самое время это сделать поэтому нажимай на колокольчик переходи в группу вк или в instagram и забирай в подарок два набора пресетов и обращаю твое внимание что все видео на канале разложены по тематическим плейлистам переходи на главную страницу нажимай раздел плейлисты и выбирай нужную тебе тему или курс по обработке фотографий ну а если ты хочешь сразу из новичка перейти в статус опытного ретушера то в обмен на небольшой донат ты можешь получить от меня пресеты уровня про и дополнительные материалы с описанием пресетов про и примерами обработки ты можешь ознакомиться в группе вк или в моем инстаграм также подписывайся на мой телеграм-канал там новости анонсы помощь в установке программы приложения по обработке фотографий а также есть чат в котором можно поболтать абсолютно на любые темы в группе вк ты можешь размещать свои фотографии и оценивать фотографии других форумчан а на канале яндекс дзен видео выходит немного раньше чем на youtube учти это если любишь быть первым все ссылки на паблики находятся в описании к этому видео добро пожаловать во вселенную art photo life и красивых тебе фотографий ну что я надеюсь вы заглянули в мой телеграм-канал вытащили оттуда необходимые файлы и мы приступаем установка достаточно простая открываете папочку читаете инструкцию дальше переходите в русскоязычную версию и действуйте по инструкции все достаточно просто компьютер пытается защититься от этого файла кликайте подробнее и нажимаете выполнить в любом случае если путь не определился выбираете его вручную для этого вам необходимо перейти в локальный диск c раскрыть его дальше ищем программ файл дальше открываем папочку adobe дальше открываем adobe photoshop 2023 ну или какой там у вас стоит выбираете папочку plugins кликайте ok и нажимаете install после установки переходите к экшену и кликнув два раза устанавливаете его в свой photoshop все очень просто друзья мы с вами photoshop и нажимаем сочетание клавиш control j для того чтобы создать дубликат слоя и обращаю ваше внимание что данный плагин работает только с восьми битными фотографиями поэтому первым делом что вы делаете идете в изображение режим и выбираете восьми битный канал если вы это не сделаете у вас redfield просто будет неактивный далее друзья так как этот плагин достаточно неспешный да к тому же еще если у вас достаточно слабый компьютер давайте сразу уменьшим изображение до того размера которое мы в дальнейшем будем использовать то есть не будем работать с крупным оригинальным размером изображения переходим в изображение кликаем размер изображения пожалуй вот так будет достаточно 1600 на 2400 его даже можно немного потом подкропить нажимаем ok фотография уменьшилась кликаем control 0 масштабируем изображение на весь экран теперь кликаем фильтр redfield и fractalius окошко маленькая его к сожалению никаким образом не увеличить но этого в принципе достаточно для того чтобы понять что происходит с вашим изображением как правило сохраняется последний примененный фильтр и что очень хорошо и замечательно что в русской версии установлены дополнительные пресеты которые помогут вам применить какой-нибудь интересный эффект к этой фотографии посмотрите вот какое здесь достаточно серьезное количество какие-то я создал самостоятельно к сожалению этот пресет невозможно передать и установить потому что он не устанавливается поэтому настройки которые я буду применять дополнительно к этим пресетом которые у вас уже будут я о них расскажу немного попозже выбираем любой пресет кликаем на него и смотрим какие изменения происходят на изображении дополнительно можно подрегулировать настройки я не буду о них рассказывать и тратить ваше драгоценное время вы просто поюзайте сами поймете как здесь все устроено не забудьте обязательно еще изучить вот эти вот значки и потому что они тоже меняют фотографию при нажатии на этот квадратик добавляются дополнительные фракталы другого цвета вот эта звездочка сейчас активная если я ее нажму то фотография будет более светло и размытая левая звездочка по сути дела делает фон фотографии практически черный а правая звездочка отвечает за сами непосредственно фракталы и после чего вы уже можете подрегулировать не забывайте что регулировки вот здесь также есть внизу есть ползунок saturation светимость и микс то есть вы можете значение этого фильтра либо увеличить либо уменьшить на ваш вкус все достаточно просто я думаю вы очень быстро поймете за что отвечает каждый ползунок и научитесь создавать ваши арт изображения и рисунки после того как вы создали свой неповторимый шедевр кликаем на галочку этот плагин не очень торопливый поэтому вам придется запастись терпением вот такую достаточно интересную фотографию мы с вами получили после чего я предлагаю снова пойти в изображение режим и вернуться в 16-битный канал и теперь вы можете поработать уже с цветом и сделать фотографию на ваш вкус и цвет можете добавить контрастность и так далее на этом мы подробнее останавливаться не будем и так после обработки в lightroom или в камера row мы открываем нашу фотографию в фотошопе идем в изображение меняем размер изображения сделаю я его по ширине своего экрана 2 560 пикселей кликаю ok кликаю control 0 теперь друзья переходим в экшены если панель экшенов у вас не отображается кликните окно выберите операции и у вас появится вот здесь треугольничек вы можете вызывать экшены если вы делали все правильно у вас должна появиться папочка с тремя экшенами hdr1 hdr2 hdr3 давайте применим какой-нибудь экшен hdr2 выбираем его кликаем внизу на треугольничек если по какой-то причине у тебя экшен не запустился бывает такое то смотри дальше мы с тобой запишем экшен вместе самостоятельно ну смотрим друзья что у нас получилось как вы видите что у нас абсолютно все трещины все полоски как будто обведены каким-то карандашом или грифелем и наша фотография приобрела эффект такой слегка напоминающий рисунок для городских фотографиях это очень интересный эффект мне он очень нравится давайте посмотрим что у нас произошло и так я зажимаю alt и кликаю на нижний слой на глазик вот так фотография выглядела без нашего фракталиуса а вот так с ним до после как правило этот плагин слегка отъедает контрастности и сочности в изображении поэтому здесь экшен сразу вызвал дополнительных два корректирующих слоя за счет уровня вы можете сделать фотографию более ярче а корректирующий слой красочность позволит вам добавить красочности или насыщенности ваше изображение дальше друзья нажимаем на сам слой где у нас произошли все изменения мы можем здесь поиграться во-первых непрозрачностью и слегка снизить эффект после чего соответственно доработать его вот этими ползунками и еще вы можете поменять способ наложения сейчас у меня стоит умножение и непрозрачность 78 процентов я режим наложения могу выбрать мягкий свет возвращаем непрозрачность на сто процентов мягкий свет дает наоборот повышенную контрастность изображения поэтому также мы можем подрегулировать и убавить светлые области сделать фотографию не такой яркой и подрегулировать другими ползунками на выставить на ваш вкус и цвет у нас также произошли такие изменения но единственно что они не такие ярко выраженные как если бы мы применили режим наложения умножения ну вот друзья такой достаточно интересный эффект поэкспериментируйте с экшенами и пишите в комментариях что у вас получается ну а у тех у кого экшена не работают мы через коротенькую паузу запишем с вами свой экшен на что еще хотел бы обратить ваше внимание когда вы будете обрабатывать вашу фотографию в lightroom то не делайте ее контрастной делайте наоборот ее мягкой а также обязательно должны читаться все тени у вас должен быть пониженный контраст вот и это изображение я сделал слабо контрастным светлой области увел влево полностью до конца ну и белые тоже у нас достаточно такие умеренные и черные практически у меня тоже видите уведены вправо и вот мы получили такое бледненькое изображение после чего переходим photoshop перед тем как записать экшен давайте мы с вами сначала уменьшим изображение мы это в экшен не будем записывать чтобы потом не было какого-то сбоя в виде нежелательных действий и так идем в изображение размер изображения ширина 1600 вот это кстати интересная статуя находится в городе пизе прямо напротив пизанской падающей башни ну что ж друзья открываем экшены здесь они называются у нас операции теперь нажимаем на папочку называемые hdr fractalius в этой папочке у нас будут храниться все экшены для плагина fractalius кликаем ok теперь нажимаем вот здесь на плюсик hdr 1 нажимаем записать загорелась красная точка это значит наш экшен будет сейчас записывать с этого момента все наши действия и мы переходим в изображение режим 8-битный канал control джей далее идем в редактирование выполнить заливку содержание выбираем белый режим нормальный непрозрачный сто процентов кликаем ok далее идем снова в редактирование ослабить заполнить здесь непрозрачность сто процентов режим выбираем цветность кликаем ok далее идем фильтр redfield fractalius повторяем все все настроечки которые здесь у меня выставлены просто сделайте скрин экрана так вам будет легче записать свой пресет для fractalius а дальше нажимаем вот здесь на пресет и выбираем сейф юзы пресет и здесь присваиваем какое-нибудь название нашему пресету и нажимаем сейф кликаем зеленую галочку режим наложения меняем на умножение добавляем корректирующий слой уровни или кривые это чем вы больше любите пользоваться и еще один корректирующий слой сочность и здесь красочность я сразу повышу где-то примерно на 50 в уровнях слегка подрегулирую яркость изображения и и нажму на прямоугольник все наш экшен записался не забудьте его сохранить выделите папочку с экшенами кликайте вот здесь вверху на полосочки выбираете сохранить операции и сохраняете свой собственный экшен который вы можете в случае переустановки photoshop вернуть в новую версию пользоваться либо можете кому-то его подарить кликаем сохранить ну и после чего можно просто поиграться непрозрачностью и друзья специально выбрал эту фотографию потому что хотел вам показать как этот плагин действует на небо далеко не лучшим образом вы конечно можете так оставить чтобы получить такую шершавую крокелюрную картинку но если вы не хотите оставлять такое небо мы делаем следующим образом выделяем слой на который применился плагин redfield удерживаем alt выбираем маску далее выбираем обычную мягкую кисть цвет вот здесь основной должен быть белый непрозрачности нажатия сто процентов и теперь мы можем применить наше изображение именно к тем объектам которые считаем нужными изменить ну и теперь давайте посмотрим какая фотография была до обработки и какая она стала после нашего плагина а сейчас я просто хочу проверить как работает экшен выбираем нажимаем на треугольничек здесь необходимо поправить гистограмму добавлю немножко насыщенности и давайте смотрим до после до после давайте сделаем покрупнее еще раз до после до после вот такой достаточно интересный эффект достаточно интересный сумасшедший плагин а на этом друзья все надеюсь что видео было полезным с вами как всегда был серджа творческих вам высот всем пока и до новых встреч